Алматинцы должны ездить в ВИП-автобусах. К такому выводу пришла группа активистов, проводившая анализ работы пассажирских перевозок. Молодые люди уверены, новый вид общественного транспорта будет востребован в южной столице, жители которой знают цену комфорту. О том, что входит в понятие автобус-класса люкс, расскажет Анна Артастанбекова. Долой перегруженный общественный транспорт и хамство водителей. Алматинцам нужны автобусы класса люкс. Места сидячие, салоны сверкающие от чистоты, маршруты без пробок на дорогах. Правда, стоить этот сервис будет на порядок дороже, от 100 до 120 тинге. В автобусах Алматы очень сложно доехать с комфортом. Во-первых, это переполненные автобусы, во-вторых, автобусы, которые сбивают очень сильно маршруты, графики. Это иногда даже противопоставленная гигиенам норма в автобусах. Очень часто можно заметить грязь, сидения, надписи страны. Ну, как бы мы и предложили такой альтернативной меры запуск VIP-автобуса для жителей города Алматы. Молодой активист рассуждает не по годам серьезно. Все расходы по содержанию нового вида транспорта должен взять на себя Акимат города. Денег на это в бюджете достаточно, а на предложение найдется и спрос. Он сильно такой автобус? Да. Почему? Потому что удобно. 40 тинге переплаты за комфорт, я думаю, это нормально, это очень хорошо сделали. Поэтому я с удовольствием буду ездить на этом. Я думаю, для пенсионеров это будет дороговато. Могут позволить себе только те, кто хорошо зарабатывает, но они ездят на такси. А вот эксперты к предлагаемому ноу-хау отнеслись скептически. В истории города уже были экспресс-автобусы, которые делали остановки по требованию пассажиров. Но с годами из-за увеличивающихся пробок идея себя изжила. А для контроля качества перевозок уже созданы мобильные группы. Только в октябре были оштрафованы 300 водителей, 14 уволены. Есть затруднения, что вот эти заторы, как говорится, на дорогах, они не всегда могут обеспечить такой быстрый проезд. Хотя сейчас планируется выделить, как говорится, линию для пассажирского транспорта, который бы, как в Москве, может быть не на всех улицах, а на отдельных таких магистральных, позволяющих, ширина которых позволяет. К вечеру на инициативу активистов ответили чиновники из городского управления пассажирского транспорта. Они назвали предложение бездарной идеей. Внедрение пассажирских вип-автобусов не прописано в законе, а сидячие места у нас предусмотрены только на междугородних перевозках. Анна Артасамбекова, Шухрат Акчурин, 7 канал, Алматы.